И насчет три. Начинаем подъем в поток Абсолюта, пространство чистейших энергий и вибраций. Один, два, три. Пошел подъем. Снимаются все маски и голограммы, все вокруг предстается гласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный, следопоток Абсолюта зеленый, след красный цвет. Какой цвета маячок? У нас красный маячок. На счет три возвращаемся в нейтральную зону млечного пути на наше место. Один, два, три. Полетели. У нас здесь. Снимаются все маски и голограммы, все вокруг предстается гласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный, следопоток нейтральная зона млечного пути, следопоток Абсолюта зеленый, следопоток красный цвет. Какой цвета маячок? Маячок зеленый, обнови, пожалуйста, наш корабль. Да, я только хотел это сделать. Даю команду на счет три. Пошло обновление. Мне кажется, на нем плата какая-то стоит чужая. Хорошо. Силой моего намерения снимаю эту плату. Она прикручена, это как зеркало большое. Нам надо обязательно ее поднять. Давай сделаем так. Выпускаем маленький дрон из нашего корабля. И дрон разрезает, снимает это крепление, на котором находится наш, которое сверху находится на нашем корабле. Оно отделяется. Появляется сетка. И мы берем эту плату в сетку. Да, будет так, а так и есть. Готово. На счет три поднимаемся в поток Абсолюта. Один, два, три. Пашел, подъем. Сетка тоже с нами? С нами, конечно, да. Все поднимаем. Я мимо Ли прилетаю. И мы телепатически с ней общаемся. Она говорит, что подловили. Атаки идут сейчас на все. Подловили. Солнцем что-то есть. Но нашли. Это, по-моему, самое важное. Какое-то солнечное обострение идет опять. И когда солнечное обострение, получается... У них тоже обострение, да. Понятно. Хорошо. Ну, сейчас мы посмотрим, у кого там обострение и вылечим его. Мы на месте. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный. Если это поток Абсолюта зеленый. Если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Поправь чуть-чуть. Зеленый. Отправляю эту плату вместе с сеткой в клетку-тюрьму. На месте. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственные за эти подключки воздействия энергии притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканировать систем тонких моих тел. Находит все. Неупокоенная душа. У меня? Да. Интересно. Снимаются маски и голограммы. Неупокоенная душа. Предстается согласно своему эфирному коду ДНК. Кто это? А я не знаю. Он похож на рыцаря, который преклонил колено. И у него меч в руках. Имя идет Аркадий. Но он какой-то подозрительный. Хорошо. Ставь маячок зеленый-красный. Если ты неупокоенная душа, зеленый. Если нет красный цвет. Какой цвета маячок? Зеленый. Тонкая копия. Говорит, что это он его откопал. Отпустите его. Чья тонкая копия, говорит? Твоя. Моя. Нашла его. И я отпустить должен. Да, Аркадий? Отпусти. Он долго мучился. Хорошо. Силы теряет. Нету сил у него. Он его откопал где-то, где нет. Подзаряжаться нечем. Понятно. Хорошо, Аркадий. Не буду тебя больше задерживать. Ты желаешь уйти в светлый портал в чистилище? Он служил кому-то всю жизнь. Освящен был в рыцаре. И он сам не знает, что он желает. Ты хочешь уйти в светлый портал? И получить новое перерождение? Хочу домой. Это и есть дом. Ты готов уйти? Готов. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. И Аркадий уходит в этот портал. Но желаемого всего наилучшего его куратор встречает. И все, кто его знали и любили по ту сторону. Он даже не Аркадий, а какой-то Аркандий или какое-то имя такое. Хорошо, Аркандий. Ушел? Встретили его? Да, с него упали латы и видно сейчас. Это мужчина молодой. Достаточно. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Встретили его, да. Он красивый, волосы белые такие. Готовы? Хорошо. Влад, правильно сделали. Еще вот в этом как объясняет, почему он принес сюда ее, чтобы мы ее отпустили. В тот уровень, на который он переселяет души, относит души. Да. Там есть очередь, там нужно ждать. У него нет сил ждать. Он знает, что мы ему откроем прямой портал. Аккуратно, там ему помогут. Без проблем. Влад, ты сам принимаешь решение. Если ты понимаешь, что надо сделать срочно, значит делаем срочно. Без разговоров. Готово? Да. Готово. Отлично. Хорошо, мы закончили. Давай займемся этой платой. Даю команду на счет три. От этой платы выстраиваются каналы ко всем, кто ее установил. Кто связан с ней. Один, два, три. И силой моего намерения я их притягиваю в клетку-тюрьму, где бы они ни находились, стоят в клетке-тюрьме, становятся моими заложниками. Да, будет так, а так и есть. Я уже вижу, кто здесь, здесь гуманоид, и у него красный дракон, он его, как на привизион у него. А потому что красный дракон, он как синхронизируется с каким-то солнцем, у которого идут всплески. Кто такой у нас красный дракон? Что-то голову поднимает, как воет. 823. Красный дракон, ты являешься заложником гуманоида? Или ты добровольно здесь? У меня там заложник. У него даже, я говорю, как у собаки поводок. Силой моего намерения я снимаю этот поводок с дракона. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Готово. Силой моего намерения выходят все платы, которые установлены, чипы, датчики, импланты в биополе дракона. Один, два, три. Все это выходит, зависает перед его клеткой. Ему больно. Плата выходит, он, чипы больше не платы, он благодарит. Все, включая внутренний свет дракону, своей энергией, выдалит все чужеродное, остается 100% энергии красного дракона. Все выходит чужеродное, зависает перед ним вместе с этими чипами. У него как бешеные какие-то энергии активированные, а не пламенные, связанные с этим каким-то солнцем. Оно такого нереального, алого какого-то цвета в ордовую сторону. Вот эти энергии с него сейчас выходят. Выходит до конца, все ждем. Готово. Отлично, хорошо. Итак, шар у него вышел, открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, обращаюсь ко второму паразиту, гуманоид. Откуда ты? Не беру сута сиризом, а мы все активизировались. Хорошее время для нас. Хорошо, с кем ты связан, кто тебе давал задание произвести нападение на наш корабль? Мы ищем таких, как вы, по всей галактике. Он показывает, он показывает, не только биороботы, но и те, кто поработает в межгалактической полиции или других структурах. Они нападают сейчас везде, где могут. Хорошо. Значит, ты в курсе, что ты вошел в это биополе, и ты будешь уничтожен. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Один, два, три. Переони в биополе, а ты вошел в сферу моих интересов. Ты напал на мой корабль. Ты хотел последствий, ты дошел до этого момента. Заманить вас нужно было в ловушку, заманить и передать дальше. Тюрьма, клетка. Для нас, для меня, да? Это кто так решил, скажи мне? Убирай этот шар, входит в меня. Уничтожить, я была бы самая легкая. Убрать таких, как вы. А нас стало меньше. Это активировано сейчас. Сейчас показывает у них внутри, как определенная энергия, и она пульсирует все. Как ты нашел вообще наш корабль? Мне интересно. И как ты смог к нему приблизиться? Это энергия, которая внутри его активирована. Она ведет, ну я бы сказала, нюх, телепатия, что-то такое, где они чувствуют направление. Он как воздух другой. И он сразу его берет след. Хорошо, нам нужна защита на этом этапе для нашего корабля. Корабль. Просканируй сейчас эту плату. Найди все места пробоя. То есть запах, вид, свет. Все остальное ты должен быть невидимым для любой цивилизации с этого момента. Да, будет так, а так и есть. Ни одна сущность не в состоянии тебя обнаружить. Он знаешь, как раздваивается, и от него фантом отходит ложный. Как защищает он себя? Кто? Корабль. Если они будут искать, они, наверное, ложный. Отлично. Молодец. Благодарю тебя, корабль. Все закончилось? Да. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи я слушаю тебя. Приветствую тебя. Да, у меня здесь красный дракон, которого я намеревался отпустить. Он был заложником у гуманоида, Снибиру, который гоняется за такими, как мы. Ты разрешаешь? Нет, я заберу обоих. Сейчас действительно идут нападения, но посмотрим дракон, где сделала. Хорошо. Благодарю тебя. И второго тоже. Скажи, Ли, а вот это обострение у них, осеннее, как у нас говорят, оно долго будет продолжаться? Это затмение? При максимум 4 дня. Отлично. Хорошо, благодарю тебя. Надо будет ученикам сказать. Потом эта энергия, которая пульсирует внутри них, она остынет. Ну, для нас это был интересный урок в том плане, что мы дали еще одну защиту дополнительную кораблю. Тем самым это был полезный опыт. Правительство, которое существует у гуманоидов, а у них есть свои высшие структуры, активирует эту энергию пару раз в вашем земном году. Если быть приближенным к вашему земному времени. Происходят такие события. Для них это чистка. Есть нападение и на наши структуры. Да, он только что говорил, его интересуют. Они не могут напасть на команды. Они выискивают отдельно. Когда люди, не люди, давай назовем работники, перемещаются в одиночку или подвое. Они ищут слабее себя. Так легче завоевать, когда разрозненно. И не одна армия, конечно, так легче, да. В этом отношении мы не представляем какого-то исключения. Мы их забрали, а остальное уничтожили. Хорошо. Открывая под этой платой воронку в галактическое ядро, плата уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Мы закончили? Здесь есть еще поводок. И под поводком, открывая воронку в галактическое ядро, поводок уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Да, закончили. Я немножко распространяюсь об этой ситуации. Я сказала три дня, но три дня это будет продолжаться. И, в общем, это идет от 20 дней, может быть, 14-13 дней по возрастающей и вниз. Говоря земным языком, правительство гуманоидов вводит в им определенную вакцину, которая обостряется в их телах. Она наполняется, и энергии становятся глубокими, как вены выходят, набухают внутри них. Это дает им определенную чуйку. Это то, что вы увидели в виде запаха или движения воздуха. Именно так они находят обострение чувств. Да, именно так обострение, которое вводится, говоря земным языком, вакцинацией определенной жидкости, похожей на вашу лимфу. То есть клейка и дающая им определенную команду, на которой они заострены и работают. То есть около трех недель эта ситуация будет продолжаться? Нет, это уже продолжается. В следующие три дня она закончится, но пока они обострены. Хорошо. Нам надо принять какие-то меры предосторожности дополнительные, кроме защиты корабля? Нет, не нужно. Ваше намерение – это ваше защита. Благодарю тебя, Али, за эту информацию. Просто имейте в виду. Все понятно. Не смей задерживать. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя.